Здравствуйте, люди мои дорогие! На связи ваша Виктория Корабеловна. Я сегодня принимала журнал в офисе и не успела доехать до дома. Часть журнала была дома, часть в офисе. Сегодня у нас будет интереснейший прямой эфир. Так, присоединяемся, посмотреть. Так, я сейчас закреплю комментарий, чтобы не спрашивали. Здравствуйте. Рад вас видеть Викторию в добром здравии. Да, я тоже рада вас в целом. Всем нашим слушателям в это нелегкое время тоже здоровья, процветания. Как вам моя кепочка? Она что-то очень напоминает. И где-то я ее уже видел, эту кепочку. Я думаю, большой тираж. Красивая кепочка, хорошая ткань, неплохой знак. Кстати, у этого знака, да, тоже есть своя история, как он появился. Расскажите. А очень просто. Мы же, когда образовались в 98-м году, 1 июля, аккуратно мы до кризиса, образовались как российско-норвежское предприятие. И, естественно, встал вопрос некого лица. Поэтому было написано мною техническое задание, так бы выражаться нашим корабельным языком, для дизайнерской команды, хорошей, у нас есть в Нижнем Новгороде, НАСКО, так называемая, Нижегородская структурно-строительная компания. Было написано на нескольких листах подробное техническое задание, что должно отражать знак, что символизировать и так далее. И он был ориентирован, в первую очередь, на рынке Северной Европы, Скандинавии и так далее. Отсюда, собственно, был выбран шрифт, цвета и так далее. Такой холодный, немножко с признаками немецкой классической графики. Разработан был знак. Вот он как-то прижился. Ну, понятно, там, сетях, буквы наши, якорь, все это вместе, море. Да, и потихонечку, потихонечку этот стиль прижился, он пошел, действительно, работа хорошая, и мне нравится. На его основе ходим в разные стороны. В группу компаний пошли, для дизайна студии придумываем, чтобы все-таки было созвучно, с другой стороны оригинально. Так, Петр, ну, давайте для начала меня слышно, нормально у меня эхо. Да, я вас хорошо слышу, а меня? А, ну, это со мной. Да, я вас очень хорошо слышу. Я уже вас представила, генеральный директор компании СИПЕС, группа компаний, да? Да. Пока было три, сейчас две, но я думаю, в ближайшем будущем будет четыре. Я не сомневаюсь. Петр, вы скажите вообще, где вы родились, что заканчивали? Да, да, да. И что вас с детства связывало с морем? Тут все очень просто. С детства... А, наверное, есть, найду связь. Ну, во-первых, родился я в 60-м году, 1 мая, поэтому скоро юбилей. Родился в Горьком, здесь, куда мои родители, матушка и батюшки, были направлены по распределению. Вот, и здесь познакомились. В 61-м году отец был вызван райком партии со словами «Вместо Кубы либо едете в город Ангарск, либо парбюлеты на стол». Таким образом, я оказался в городе Ангарске, где у Священного моря Байкал вырос, закончил первый класс. Ну, попутно родители меня отправляли на лето, на зиму, на отдых к бабушке, к дедушке по материнской линии в Башкирию. Да, дед был в свое время, поднимал башкирские нефтепромыслы, а до этого был начальником поезда, строил Турксип, это по материнской линии. А вообще, если брать материнскую линию, то наш род идет от нескольких тоже веток. Одна ветка от Купцов-Калашникова, другая от крепостных Натальи Гончаровой и жены Пушкина из театра. Крепостной театр был у нее. Другой род идет отцовской линии из Суздорской губернии. Дед погиб, пропал без вести в 41-м году в Белоруссии, и поэтому получилось так, что сейчас наш род такой объединенный, если брать материнскую линию, он от Америки, Америка, Голландия, Калининград, Беларусь, Пермский край, Каликолога, Московская, в общем, практически весь Советский Союз и сюда добавить можно Татарстан, Башкирию, Узбекистан и так далее. То есть, наши везде. Свернул, что в 69-м году отца перевели опять в Горький. Мне он занимался нефтепереработкой. Ну и все, вот с этого времени живу здесь, в Бесяковом море. Ну, вспоминаю славное море, Священный Байкал. Горе-море наше, опять же, Нижегородское, Горьковское море. Первый раз настоящее море удалось увидеть в 74-м году, когда мне было 14 лет, и я поехал на сборы со своей командой на Черное море, потому что занимался подводным плаванием. Это во многом определило, наверное, судьбу. То есть, хотелось связать свою деятельность с подводными работами, но, к сожалению, уже тогда были очки, поэтому поступить ни в училище подводного флота, ни в училище, ни в смысле, ни на специальность, скажем, водолазных работ гидрометеорологии не удалось. Поэтому добавилось еще одно свойство, такое, что-нибудь придумывать, конструировать и рисовать. Все это неплохо рисовал. Все в роду, в общем-то, у нас неплохо рисуют. Решил, что самой близкой будет корабельная специальность. У нас было два вызова в Горьком. Это в Политехе Карфак и в Одном институте Карфак. Пошел и туда, и туда. Раньше был только обязательно один. Я имею в виду на подготовительные курсы. Но в Политехе отличался тем, что там одновременно набирали так называемые КС и сушники. То есть, ты поступаешь на первый курс, а куда ты попадешь, то ли в энергетические установки, то ли в общие корабельные, было непонятно. Но для меня это было неприемлемо. Поэтому пошел в Водный институт, где выбор был между проектированием и там кафедры технологий, конструкции, гидромеханики. Тоже, естественно, от тебя мало что зависело, но, по крайней мере, не сушник. А в каком году это было? И сколько было человек на место, помнишь? Это было в 1977 году. На место было, ну, порядка там, я не помню, 3-4 человек. По аттестатам. Тогда была обальная система. Можно было сдавать два экзамена. Из-за моей характеристики из школы мне пришлось давать четыре экзамена. Спасибо моему классу. Да, ну, тем не менее, да, сдал все экзамены профильные, математику, физику на пятерке. Сочинения сказали, что тройка. Пошел разбираться. Мне сказали, заткнись. Скажи спасибо, что ты спортсмен. Я оказался студентом Водного института, ГИИФ, точнее, Горький институт инженеров водного транспорта и кораблестроительных факультетов. Было четыре специализирующие кафедры. Теория корабля, проектирование судов, конструкция прочности и технологические строения. Я попал на кафедру теории корабля, которую возглавлял Михаил Ягчалферев, такой выдающийся ученый, создатель личных катамаранов. Ну, вообще, годы, проведенные в институте, это было замечательное время, замечательная профессура, преподаватель. Просто хорошее время, да? Петра, скажите... Ну, конечно, это хорошо. Скажите, а ваш любимый предмет? Ну, как-то со школы и в институт физика прижилась очень. С удовольствием. Особенно раздел механики. Хотя в армии, когда у нас кафедры не было, поэтому после окончания института, как правило, забирали служить, служили полтора года, мне приходилось решать задачи, контрольные и всевозможные задания на экзаменах в Академию Генерального штаба. Ну, то есть офицером толка, я был рядовой, я решал задачки и поеду на физике, пока он приедет. Так что было весело. Хорошо. А когда первый раз учителя судна? На Байкале. Причем, да, мне было, наверное, лет пять, потому что я это помню. И родители отправились в Листвянку, в лимонологические музеи, там очень интересно, мамонты, музей вечной мерзлоты. Листвянки. Вот. И как сейчас помню, я потом уже узнал, как это называется, потому что детское воспоминание. Это был Омик. Обычный пассажирский Омик, который пошел в Листвянку, и попали в Байкальский шторм. Вот. А вы на нем были? А я был на нем с родителями, да. Ну, вот такое было ощущение сначала непонимания, потом немножко ужаса, потому что, ну, во-первых, большинство пассажиров показывало, чем они завтракали. Прямо настолько, что... Нет, это был реальный шторм. Реально качало. Вот. Было страшно, непонятно, что делать, потому что, ну, маленький еще не совсем опасно, если ты осознаешь. Скорее, это чувство, а что делать? То есть взрослые как-то паникуют, кто-то там шумит, кричит. Вот. А ты не знаешь, что делать, тем более, что плавать я тогда еще не умел. Маленький был. Да и холодно в Байкале плавать. Холодно. Понятно. Нет, а хорошо. А когда в институте уже вот такое вот целенаправленное... Ну, в институте здесь же мы же... Тот 69-го мы же есть... Горький стоит на Волге, поэтому здесь было очень сильное речное пароходство. Из нашего Сорумского района ходили кучи всяких там так называемых филянчиков на остановки, которые находились на другой стороне Волги, Оки. То есть местный флот был очень развит. И поэтому летом, когда я делаю... Мальчишка, приедешь на велосипед, на пристань, говорит, дядька, давай я тебе матросом на пароходе поработаю. Вот, можно сказать, лет с десяти, как правило, летом на финлянчике катаешься, отдаешь швартово, принимаешь... Ну, интересно. Ну, потому что это сейчас родители 24 часа в сутки ходят за своими детьми, отвозят школу на машинах и так далее. А раньше было просто. Начинались каникулы, все, родители все время на работе, старший брат занят своими делами, поэтому ты со своими друзьями и велосипедом куда хочешь, туда едешь. Хорошо. А скажите, после армии куда пошли? Ну, после армии я вернулся, меня распределили в ЦКБ по СПК, совершенно, так сказать, случайно я туда попал, потому что обычно с водного института в организации Минсотпрома не распределяли. То есть мы принадлежали Министерству речного флота, и распределение шло обычно по заводам и конструкторским организациям речного флота. Я где-то там стоял в первой десятке по баллам и спланировал отправиться в Пермь. Но, как оказалось, на меня пришел и на супругу, на мою, с которой мы познакомились и поженились в институте. Пришел персональный вызов, и, ну, возможно, здесь сработало то, что я очень долго вместе с ЦКБ прожил в команде по подводному плаванию, и я оказался в ЦКБ по СПК. После армии, естественно, вернулся туда же. Звали на комсомольскую работу, но как-то вот не прижилось. То есть с комсомолом мы никак не дружились. С профсоюзами, да. То есть там, где можно было заработать, всегда дружились. А там, где просто вот ходить песню петь, как-то не складывалось. Вы почти работали с проектантом, да? Я попал во второй отдел. Это отдел, скажем так, он занимался всевозможными исследованиями, связанными с посадкой кронопланов, с отказавшими двигателями, с математической моделью, геометрией судна. То есть там, в первую очередь, рисовали все теоретические чертежи, проходили испытания на моделях, на масштабных и так далее. Вот в этом отделе проработал до армии на Троце, на филиале. Здесь же, в Горьском море. Вот. А после армии получилось так, что моя армейская специальность была связана с системами передачи данных, с различной вычислительной мощной техникой, подвижной с сетями передачи данных. Когда я пришел после армии, был такой, назовем его, комсомольский набор в программисты. Людей, которые хотя бы знают, кто такое сеть передачи данных, было на пальцах перечесть. И меня отправили вновь с набранными сотрудниками, настоящими действительно программистами. отправили на подготовку, благо в Советском Союзе была мощная система такого повторного образования. Уехал в Пензу на несколько месяцев, вернулся оттуда программистом и системным администратором машин. С М4 в своем время таки вылетит. М4, 14-20. Потом буквально через очень короткое время отправили на курсы в СНИКРОГО, где изучались применения системы автоматизированного проектирования. Вот этот опыт. Оттуда практически тоже, также через короткое время, системный администратор на ЮНИКСе, графические рабочие станции, в свое время отрасль, Минсоткомбик купил для ведущих КНКБ, с станцией ЛОМАТИК. То, что сейчас КАДМАТИК называется. Понятно. Да, вот такая давняя. Ну, мы в своем КБ сумели добиться, с КБ-ПСПК, что нам не надо одну трехдисплейную графическую станцию, вокруг все КБ, которое будет ходить. Мы заказали свою специфическую конфигурацию, где были графические, амфовидно-цифровые системы. И поставили такой, достаточно уникальный вычислительный комплекс, проблема была все время взаимодействия с коллективом, который эксплуатировал основной компьютер, который был в КБ, это ЕС-машина, серия ЕС. То есть, там надо было прийти, занять очередь, в общем. А это была уже эра начала персональных компьютеров. И вот, так сказать, первых нескольких станций под ЮНИКСом, операционной системой ЮНИКС, в порядке 16 было, алфавити-цифровых и два графических места. Вот на этом комплексе стали создавать что-то, более удобные для проектирования. То есть, сразу пошли расчеты, связанные с устойчивостью, с нашими коллегами, с аэродинамического отдела. Мы начали с группы из политеха, с кафедры прикладной математики, создавать софт для моделирования поверхности, чтобы заменить тяжелую работу по созданию террористических чертежей. А это вам сколько лет в этот момент? Это было 86-й год, наверное. 26 лет. А как вы отработали? В ЦКБ? Ну, после армии, буквально в течение полутора лет, вот так вот. Ну и дальше пошло, пошло, пошло. Увлекся перестройкой. Михаил Сергеевич нас всех подвиг. Поиграли в выборы. Сделали первый в Минсуткроме совет трудового коллектива с коллегами. Потом решили поиграть в выборы директора. Поиграли. Я потом уже, когда стал мудрее, перед бывшим директором извинился. Сказал, молодой был дурной, не надо было делать. Ну и в конце концов доигрались. В 90-м году с коллегами организовали первую в Советском Союзе частную инженерингово-субстроительную компанию, которая называлась «Трансал», то есть «Транспорт Алексеева». А потом долгое время называлась «Аксинвест». В общем, веселое было время, интересное. Но по разным причинам мне пришлось оттуда в 98-м году уйти. И по приглашению моего коллеги, приятеля, друга Александра, Саши Александрова возглавить Ситех. С тех пор я здесь. Давайте говорить теперь про Ситех. Я так понимаю, у вас была веселая жизнь до Ситеха, но и сейчас она полна разными эмоциями и красками. В 98-м год. Что? Что? Какой год? В 98-м год. В 98-м год. В 98-м год. В 98-м год как раз начался кризис, потому что, когда мы образовали «Трансал», было три идеи основных. Это первое – построить высокоавтоматизированное КБ, которого еще не было в Советском Союзе, но было уже вот у Витсончиков. То есть я был у КБ Микояна, Туполева, Ильюшина, в разных таких вот Антонова. И мы хотели работать на этом же уровне, на котором работает авиационная промышленность. И второе – нам очень хотелось внедрить, скажем так, свои разработки на Запад. И в первую очередь были созданы альтернативные катера на подводных крыльях с той схемой, которую сейчас мы, модернизировав и развивая, стараемся, пытаемся использовать в проекте «Метеора». – А кто ваш первый заказчик? – Вы имеете в виду «Пситехи»? – Да. – Нет, в «Пситехи» у нас все было просто. Мы организовались как российское, норвежское предприятие, совместное. И, естественно, наш хозяин, значит, Эрик и фирма «Стелкат Консультантс», которая была в Норвегии, они были единственным заказчиком. То есть мы работали на эту фирму, она принимала в Норвегии заказы, мы работали на них, поэтому, когда грянул кризис, и долларов ровно вон он Бог знает куда, мы жили в шоколаде, потому что у нас приход весь был в валюте. Поэтому кризис 98-го года для нас как раз не кризис, а радостные времена становления. Но потом выяснилось, что в самой Норвегии начался кризис, и пришлось думать о том, как выживать. Ну, во-первых, был расширен существенный спектр работы. Во-вторых, я вспомнил о своих коллегах из университета, не механики, с которыми мы еще, когда я рвала ЦКБ и ПСПК, начали создавать отечественные сапры для судостроения. И, соединив те работы, которые вел Александров в части системы, которая известна под именем СИСОЛЮШН, добавили систему Катриши. То есть, получился такой готовый комплекс моделирования конструкции корпуса, на котором мы долгое время продолжали работать на Норвегию, на Голландию, на Польшу. И забот, в общем-то, особо не знали до тех пор, пока не вышли на российский рынок. Это было где-то... А сколько было человек в компании тогда и сейчас? Ну, у нас... Начинали мы с 10 человек. Потом как-то самая большая численность была почти под 60, но уже лет 10 она колеблется вокруг где-то 42-45 человек. Меньше плохо, больше тоже плохо. Давайте про кадры попробуем поговорить. Где вы берете новых? Насколько сейчас уровень КБшников из института отличается от того, который был у вас? Ну, вопрос на самом деле сложный, потому что, как правило, люди, скажем так, старшего поколения всегда говорят, вот в наше время вот это были выпускники. А сейчас, конечно, не один. Вот. На самом деле мы считали, что наши учителя, те же там профессор Волский, профессор Алферев, Керичев, Матес, вот это да, вот это были величины. А мы сейчас... Ну, кто мы такие, да? Хотя на самом деле каждому времени есть свои герои. И долгое время, ну, не долгое время, первые лет 10, наверное, мы старались делать так, что заранее курсы с третьего готовить людей, принимать к себе обязательно был английский язык и так далее. Даже учились за границей, стажировали, то есть получали люди второе образование. Ну, возможно, это было связано с моими ошибками в части, в первую очередь, может быть, ценообразование, там еще каким-то... Получалось так, как кузнецы кадров работали. То есть каждый из наших заказчиков норовил главного конструктора переманить к себе для того, чтобы достроить лодку. Вот еще что-нибудь. И в конце концов схема поменялась. То есть стали просто работать, а дальше по принципу так. Приходи, кто хочет. Если определенным критериям человек соответствует, то мы просто беремся его переучивать. Или находить ему такое место, где он приносит пользу. То есть в мире традиционно существует два подхода к образованию команды. Это либо каждому своя четкая специализация, и соответственно человек только этим и занимается. Вот как аналог футбольной команды, либо только левый полузащитник, либо нападающий. у нас получается так, все идут по кругу, все умели все, а потом получается так, что кто-то лучше делает одно, другое, но я все время стараюсь ставить такие условия, чтобы люди работали командой. Вот один дополнял другого. Тогда получается хороший эффект. и спасибо нашему коллективу, ядру таком основном, когда были различные стадии в жизни, в том числе были периоды, когда практически не было денег, и так далее. Немногие ушли. Немногие ушли, очень как раз благодаря тому, что люди верили, что мы все равно встанем, поднимемся. Вот эта команда взаимозаменяемых людей. получилось так, что имеем то, что имеем. Ну, это хорошо. А сейчас? Я, наверное, это еще чуть-чуть допомню. Сейчас мы берем кадры в первую очередь не путем переманивания людей откуда-либо, а путем раздачи работы. То есть в результате получаются ситуации, при которой нам не боятся отдавать работу. И мы не боимся отдавать работу, понимая, что, по крайней мере, в Нижнем Новгороде, тот же Клепников Алексей Валерьевич с его конторой, Роман Камышев, Волга Каспийская, наши коллеги Ромиса Хабудина возглавляет сетях, мы перестали таскать друг у друга людей. Мы работаем, мы все работаем в одной среде, программной конматикой. Мы все работаем примерно в одной философии, когда не хватает людей, проще позвонить соседям, сказать, люди есть, есть, все, возьми работу. А зарплаты у вас одинаковые? А я не знаю. Я думаю, что если бы они были сильно разные, то все-таки человек, он в первую часть о себе заботится, и люди бы уходили. И так и было раньше, когда были слишком разные либо несправедливые какие-то условия, да, люди уходили. Сейчас более-менее все вырвнулось. У нас, как и, собственно, в Питере, возмутительным спокойствием являются, скажем так, отдельные конторы, которые имеют слишком большие хорошие государственные заказы. Скажите, а вот прямо сейчас, на сегодняшний момент, как работает компания Ситех, в удаленке или онлайн? Нет, у нас... в силу особенностей даже нашей истории и отдельных людей, которые у нас работали, географического распределения в городе, например, до открытия метра моста постоянные были пробки, да и сейчас тоже пробки утром-вечером. Город разбросанный, а я как айтишник в прошлой жизни, и взять меня айтишник, я прекрасно понимаю, что такое удаленная работа. Я всегда ее приветствовал. Я считаю, что если человек может работать дома, нечего ему таскаться в офис. В офисе. Мы всегда так работали. Мы всегда работали удаленно, распределенно. Мы всегда были субподрядчиками, например, тех же норвежских компаний. То есть организация работы, когда работает несколько стран, эта философия, вернее, несколько коллективов, расположенных географически в разных местах, даже не обязательно в одной стране, она была изначально в нашей компании. Поэтому когда объявили сейчас, скажем так, карантин, у нас ничего не изменилось. У нас просто увеличилось количество людей, которые, несмотря на то, что главные консутора сильно возмущались, тем не менее, я пошел на то, что все, кто мог и хотел, они работают дома. По некоторым причинам, часть людей работают, вовсе мы имеем официальное разрешение на работу, естественно, матки, дезинфекция, все эти рукомойни, периодические дезинфекции помещения, влажная уборка, все это соблюдается, основное направление это, оно не связано никак не с кризисом, именно создание распределенных коллективов. Элементарно просто потому, что порой негде взять кадров. Я первое время, вернее, первый раз я это увидел в Норвегии, когда увидел хорошее, хорошо оснащенное рабочее место в одном из норвежских КБ, это что такое? А это специалист по гидростатике, а где он? А он в Индии, а как же он? А вот по графику скоро подойдет его время, он прилетит, сядет за это место, отработает, и через месяц, полтора, там, сделает свою задачу, улетит назад в Индию. Сейчас это еще проще решается, сейчас уже не надо даже из Индии с компьютера. И Кадматик в частности как база для выполнения работ был мной выбран именно по этой причине, что там встроенные средства распределенной работы. Мы изначально с 2012 года как только перешли на Кадматик, сразу это стало основной системой работы. И сейчас у нас трудимся на рабочей документации для Оксфей Судоверфи работают кроме нас еще раз, два, три, четыре, шесть, шесть коллективов, которые расположены в трех странах, в шести городах разных. Когда отрабатывали крылевую схему метеором, мне пришлось задействовать специалистов трех стран. А вот расскажите про ваших убежных коллег. Я знаю, что с Турцией, а с Азербайджаном. Нет, у нас плотные связи. Во-первых, как были, так и остались норвежские, несмотря на то, что мы уже не отделились от Норвегии. То есть Эрик пошел там, фактически продал бизнес, ушел на пенсию, но остались в Норвегии люди, которые работали в первом составе нашей фирмы, это фактически наш филиал, наши руки, там глаза, уши, как угодно. И они, естественно, помогают, когда нужно, работают на компанию. И в том числе и нас делают промоушен. Вторая точка, через которую мы работали практически на всю Европу, включая Израиль. это команда Зигмунда Хореня в Гданске. С ними очень долго сотрудничали. Много грузовые суда были, парусные суда. Интересные были работы. Азербайджан, его уже упоминали, здесь у нас такое совместное взаимозаполняемое дело с Геннадьем Вячеславовичем, Айрадом и нашей компанией. И спасибо Айраду, несмотря даже на коронавирус. Сначала они полностью отрезали от возможности работать, но постепенно наши айтишники нашли способ для того, чтобы ключевые люди смогли начать работать из дома. Все понимают, что вирус вирусом, а работу делать надо. И в Турции ну там это вообще отдельная история, там много Турции была в какой-то степени после Норвегии наверное вторым местом, где открылись глаза о том, что такое делать быстро и хорошо. То есть это интересно. После Норвегии все равно Турция. Да, в Норвегии я впервые увидел документацию и до сих пор я как бы пытаюсь убедить наши верфи переходить на такую, потому что Норвегии первые столкнулись с тенденцией, которая является сейчас общемировой, а именно падение квалификации рабочего, недостаточный выпуск квалифицированных инженеров, к сожалению, это общемировая тенденция в том ленозаводе. Поэтому то, что я впервые увидел в Норвегии еще в 99-м году, это скажем так картинки типа лего, Геннадий Вячеславович в интервью упоминал подобное. То есть это картинки похожие на инструкции для лего, изометрические, трехмерные, по которым сборщик узлов. Это человек практически без его образования. Вот научили, как я в свое время студентом подрабатывал, то есть научили ставить деталь на размеченную линию и прихваткой фиксировать. Все. Его задача собрать узел и отдать дальше. Он не думает ни о чем. Ему не надо думать размеры, ему не нужно ничего мерить. Он поставил детальку строго на соответствии с разметкой, которую выполн машина во время резки металла. Прихватил, отдал. Профессиональные уже дальше сборщики собирают крупные конструкции и дальше сварщики. А большая часть секций вообще идет из компании, например, называется Центр Стал. Это один из основателей Андрис Стал, создатель Кадматика, вернее Нипус, Кадматика Хал Нипуса. То есть это компания, которая на всю Европу высокоэффективно режет металл, гнет детали на роботах те же самые профильные, собирает в объемной секции и баржами отправляет в Данию, в Норвегию, в Швецию для того, чтобы собирали пароходы. Включая уже насыщение труб, подвески под кабель. У нас несколько попыток, которые были создать что-то подобное здесь на Нижегородской земле, которое бы обслуживало все заводы, пока не получилось. А сейчас непосредственно какие есть проекты, какие вы ведете ваше КБ? Во-первых, помогаем коллегам с Волга Каспийского, коллегам с Волга Каспийского домучить наш многострадальный ПВ-300 на заводе Лотос. Потому что долго рассуждать почему этот пароход в отличие от Мустая Карима движется тяжелее и медленнее. Но сейчас уже с приходом определенной команды У нас на следующей неделе будет интервью вместе с Прудовым. Мы это обсудим. Обсудить, да. По крайней мере дело пошло. стали держать людей непосредственно и мы и наши коллеги держать непосредственно производство вместе сразу с удаленным доступом трехмерной модели. Практически задача простая была отработать трехмерную модель. Непосредственно с теми людьми, которые пришли и которых задача не просто галочку поставить, а именно построить пароход. Темпы за последние 2-3 месяца существенно возросли и теперь уже вот понятно когда это все будет. Там очень было много сложностей связанных с тем, что оборудование, которое в конце концов нужно было ставить на этом судне, по габаритам оказалось чуть больше, чем было заложено в проект. Это основная беда. Ну, а вторая беда традиционная это как бы привычка оверфейн, не в обиду будет сказано, она еще остается и у конструкторов такой есть. занять место первыми, кто пришел. И вот с ПВ так и беды, которые сейчас есть, они получаются так, начали работать, что-то нет, какой-то информации нет, ну давайте что-нибудь сделаем, давайте, давайте трубу проложим, пожарную, давайте проложим. а потом казалось, что для того, чтобы провести вентиляцию пожарную надо убирать, а деньги кончились, а переделывать неохотно. Вот причина. Сейчас все это разрулино и я думаю скоро будем пить шампанское, поднимать. Пить аборт, корабля. Вот, да, потому что на самом деле это действительно как бы не ругали за внешний вид, но оба этих судна знаковые для нашего туристического бизнеса. Во-первых, потому что это действительно другой немножко уровень комфорта и он действительно весь мир давно уже мыслит этими понятиями, там, звездность и приблизительно к гостиничному бизнесу. А как бы мы от этого отставали мышление. Второе, это то, что появляется возможность проводить круизы смешанную рекам в мореплавании. Чего тоже нет. То есть этого продукта просто на рынке. И естественно, несмотря на дороговизну, я думаю, что эти продукты как бы посещение того же Дербента, посещение Баку, я думаю, что это будет востребовано. Скажите, а по поводу внешнего вида, что думаете? И как вообще, вот я, кстати, у Егора спрашивала, как он относится, как вы относитесь, когда ругают за внешний вид судов? Обижаетесь? Во-первых, я могу повторить слова Геннадия Вячеславовича на вкус и цвет. Потому что я слушал интервью с большим интересом. И могу просто пояснить. Мы долго, вернее, не долго, неоднократно с ним общались на тему компоновки пассажирских судов. Поскольку мой диплом у профессора Алферева тоже решал довольно подобную же задачу. То есть создание с высоким комфортом максимальной вместимости в условиях жестких ограничений. Только я решал задачу создания теплохода для линии Москва-Горький Кольцевая. Была такая все время горьковская кругосветка, где ходили по Огее, по Волге. Кругосветка. Да, ее называли кругосветкой. Это очень был популярный маршрут. А в каком времени занималось? По-моему, семь дней. Если мне память не изменяет. Поднимался, одно судно поднималось через Волгу на Москву и дальше через ОКУ спускалось, а другое наоборот. Наиболее популярными там для на которые практически невозможно было достать билеты, это были как раз пароходы. Старые пароходы, винтовые, типа Спартак. Да, потому что там была особая атмосфера, настройка была из дерева, там без всякого кондиционирования всегда было прекрасно. Поэтому на судах типа ПВ МИП решил задачу, которую до нас не решали. Сколько не возмущаться внешним видом, но там утилизировано практически каждый сантиметр пространства. А вам не нравится внешний вид? Нет. Еще раз говорю, я не обсуждаю внешний вид. Просто мне нравится? Да, он не может быть другой, просто ну, это элементарно. Когда мне начинают... Да, я неоднократно в Фейсбуке защищал этот проект, в частности Мустай Карим, когда он вышел на испытание и весь Фейсбук бурлил. Возьмите очень просто, но есть ограничения судового хода, ширина, длина, глубина, все, вы не получите ничего другого. Максимальный размер по выкрулинии можно обеспечить только вертикальным форштейнером. Иначе просто не хватает водоизмещения. Ну, ничего другого невозможно сделать. он не мог быть, он как бы изнутри, снаружи отсюда. Я имею в виду, что как мы только с вами сделали, как говорят, сделайте там красивый наклонный форштейн. На здоровье сделали, мы с вами тут же потеряли 5 метров ватерлинии. Мы сразу потеряли подводный объем. Мы сразу потеряли возможность взять на борт, например, бассейн. Второе, да, второе, например, все говорят, вот впервые это решение у меня еще мои учителя из института подсказали. Вот если посмотрите волжские пароходы, у всех палуба нависает на волжских пароходах нависает над якорными механизмами. И а если мы возьмем знаменитые 588, ну типа трехпалубники традиционные, у них впереди такой палубок и огромное пространство потеряно. А если посмотрим на Брежневскую Россию, то там красивая настройка тянется в нос, а палубных механизмов вообще нет. А прием как раз был взят с волжских судов, когда якорные механизмы спрятаны на палубе ниже и просто закрыты ласпортами. И это нам позволяет дать несколько метров палубы. Тот же ресторан в корме. Так было сделано на Льве Толстом в первые. Потом я у себя в дипломе нарисовал. То есть классический водный, классический волжский пароход. Все почему-то считали, обязательно нужно обеспечить круговую прогулку. Человек может ходить вокруг. А за бугром уже давно человек живет индивидуально. И я, например, когда мне лет 10 назад супруга говорит, хватит работать, поехали в круиз. Была шикарная фирма Гамма, организовала такой путь, три реки называлась, с парками очень интересно. Ну, я могу сказать так, только собираешься отдохнуть, а напротив твоего окна садится какая-нибудь компания и начинает весело отдыхать. Поэтому переход в системе французских балконов, которая давно уже перешла Европу, он оправдан. Учитывая, что суда должны для экономики эксплуатироваться не только в хорошее время, но и плохое, как на морских, собственно, круизниках, возрастает роль внутренних помещений. То есть, в конце концов, как бы это ни звучало, может быть, но задача туроператора высосать максимально денег из кармана туриста. Вот это. И по этому это все. Давайте на этой ноте мы закончим про ПВ-300. В общем, проход красивый. Наша дизайн-студия сделала предложение, скажем, некоторые по небольшому, практически косметическому улучшению. Но там можно кое-что доделать, он будет еще красивее. Люди привыкнут к этому пароходу. Мне реально нравится. Я не знаю, что. Это какая-то ассоциация с другими. Это использование, например, колеса, тоже, как которое было сделано в ПВ-09 в европейских пароходах. Впервые, наверное, это было сделано нами в яхте от Рада, которые строились на Ярославском заводе. Есть несколько элементов, которые гуляют во всем мире по дизайну речных судов. Давайте поговорим про Ваше судно, которое сейчас строится на Верху Братьев Нобин. Расскажите. Траулер. Ну, не буду рассказать всю историю, каким образом это судно попало к нам. Этот проект он детективная история? Ну, практически, да. То есть, у нас практически с заводом вместе оставалось чуть больше года для того, чтобы полностью перепроектировать и построить судно, причем с учетом некоторых ограничений. То есть, ограничением являлись складная сеть, которая была уже сделана. Вот. Ну, слава Богу, на Нобеле очень хороший коллектив, сильный техотдел. К концу мая готовится уже коренование, дальше швартовные, ходовые. Очень надеюсь, что пароход будет удачный, хотя созданный в достаточно большой спешке, сейчас уже видно некоторые косяки, которые, например, были допущены во время его проектирования. То есть, можно было бы сделать еще лучше. А это головное судно? Да, это головное судно, и контракт у нас был подписан на его начало при разработке ПДСП, если мне память не изменяю, это в ноябре 19-го года, ой, в ровно 19-го, 18-го года. То есть, за полтора года был разработан ПДСП, разработан РКД и построен пароход. даже меньше, чем за полтора года. Сейчас все будет зависеть от успешности испытаний и насколько он удобен будет для рыбаков. Мы, в принципе, не первый раз в рыболовных судах, ну, и в Норвегии у нас в основном шел рыболовный флот, и в России тоже наши люди, которые работают, ну, вообще, начинали с того, что работали матросом на рыбаках, ловили рыбу. Поэтому есть коллектив, который понимает, что это такое, и мы знаем, что по опыту, опять же, наших норвежских коллег, в рыбаках практически не бывает серии. Приходит другой владелец, приходит другой капитан, обязательно судно нужно переделывать. А кто заказчик у этого судна? Ну, я не буду говорить, у Нобеля все написано. Хорошо. Если все получится, то это должно быть, скажем так, начало, я могу иностранный серийный термин семикастом, то есть некая серийная основа, которая должна легко адаптироваться и недорого адаптироваться для каждого конкретного заказчика. Просто серию, ну, такого не бывает. Хорошо. Смотрите, у нас есть лимит по времени, это час, потом обрывается все. Поэтому перед тем, как я задам такие стандартные вопросы, хотела сказать вам огромное спасибо за ваш вообще радовный прием всегда в Нижнем Новгороде. Вы славитесь на весь Санкт-Петербург и дальше. Спасибо. Будем знать. Все очень позитивно всегда о вас отзываются. Спасибо. Такой вопрос вот в рамках сегодняшнего марта-апреля как у вас вообще настрой? Проводите ли вы больше времени дома? Нет, стандартный рабочий график. Забот много, включая перспективные разработки, которые ведутся. И то есть мы сейчас сопровождаем, помогаем коллегам из ЮАР в проектировании и строительстве СВП на турецкой земле. Мы не бросаем работу над крыльевой тематикой. Мы участвуем в разработке РКД по проектам, которые собственно по ДСП разработанными МИБом это ПВ-300 и ТНЕ-020 в Навашине, которые строятся. Вот сопровождаем строительство траулера, ведем соответственно проработки переговоры по новому, поэтому скучать не хотим и вернуться к производству плавочих дач и так далее. То есть забот много, некогда скучать, а тут еще погода налаживается, рассада подходит. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а такой вопрос у нас мы в конце задаем кульминационный про Алисель Львович Тахманов. А вы с ним вообще как-то общаетесь? Да нет, у нас разный уровень, он решает глобальные задачи, как поднять отрасль, а мы там конкретные мелкие. В рамках нашего интервью, я надеюсь, что он смотрит, возможность как-то к нему обратиться. Если он смотрит, то наверное для него наверное у меня было бы два вопроса. Первый, который я просто не знаю, что творится наверху, и может быть, то есть когда ОСК будет такой же эффективной компанией, как Дамин, то есть есть ли в этом цель и идет ли туда ОСК и ведет ли он ОСК по этому направлению. Потому что Дамин это общепризнанный лидер мировой. А второе, что наверное мне интересно было бы ему спросить, а знает ли он например о нижегородских разработках достаточно уникальных в области программных печень для судостроения, в области плавучих доков инновационных, в области скоростных судов, в которых на сегодняшний день нет войска и так далее. То есть знает ли он чем живет частник не только бывшей государственной конторой. Наверное вот так. А вообще конечно личность неординарная и если бы удалось посидеть за кружкой чая и поболтать наверное для меня было бы интересно. Не знаю как ли он. Понятно. Ну спасибо вам огромное еще раз от Крабелру от вашего позитива который вы в отрасль вносите и привет всему Нижнему Новгороду и тем тем не менее надеюсь что скоро увидимся листами. Ну привет не только Санкт-Петербургу а вообще всем Корабелам во всем мире потому что я убежден что Корабел это не профессия а национальность. Точно. Удачи процветания вашему журналу вам лично не болеет никто и все невзгоды обязательно победим. все здоровья спасибо большое еще до свидания спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok